Третий том Добротолюбия, страница 175, Святого Максима Исповедника, о любви, первая сотница, пункт 84. Причина, порождающая и возвращающая страсти, как выше сказано. Есть лихоимание, которое, по моему мнению, здесь означает пресыщение, как мать и питательницу блуда, ибо лихоимание не только в отношении к имению, но и в отношении к пище зло, как и воздержание не только в отношении к пище, но и в отношении к имению добро. Как птица, привязанная за ногу, начавши подниматься вверх, стягивается опять на землю, влекомая за веревку. Так ум, не достигший еще бесстрастия, хотя и воспаряет к познанию небесных вещей, но влекомый страстями стягивается опять на землю. Когда ум совершенно от страстей освободится, тогда он и к созерцанию сущего непреткновенно шествует, направляя путь к познанию Святой Троицы. Когда ум чист, то, получая понятие о вещах, возбуждается к духовному созерцанию таковых, сделавшись ли не чист по разленению. Помышление о других вещах воображает просто, а воспринимая что-либо человеческое, превращает то в срамные и злые помыслы. Если никогда во время молитвы не осаждает ума твоего никакое помышление мирское, то знай, что ты не вне области бесстрастия. Когда душа начнет чувствовать себя здравою, тогда начнет и сновидение иметь чистое и безмятежное. 90. Как чувственное око привлекается красотой вещей видимых, так чистый ум познанием невидимых. Невидимым я называю бестелесное. Великое дело не пристращаться к вещам, но гораздо большее быть бесстрастным к воображениям их. Ибо через помыслы брань с нами злых духов жесточает брани через самые вещи. Преуспевший в добродетелях и обогатившееся ведением, как видящие уже вещи, как они по естеству суть, всегда все и делает и говорит по здравому разуму, отнюдь не уклоняясь от него. Ибо судя по тому, благоумно или неумно пользуемся мы вещами, бываем мы или добродетельны, или порочны. Признак совершенного бесстрастия есть тот, когда и во время бодрствования, и во сне представление вещей всегда восходит на сердце простыми. Исполнением заповедей ум совлекается страстей. Духовным созерцанием видимого совлекается страстных о вещах помыслов. Познанием невидимого отрешается от созерцания видимых вещей. Наконец, познанием Святой Троицы от самого ведения вещей невидимых. Как солнце, восходя и освящая мир, являет и себя, и освящая моим предметы, так солнце правды, воссеевая в чистом уме, являет и себя, и разумение всего от него бывшего и быть имеющего. Бога знаем мы не по существу его, но по великолепию творения его и его о них промыслу. В них, как в зеркале, видим мы беспредельную его благость, премудрость и силу. Чистый ум пребывает или в простых помышлениях о вещах человеческих, или в естественном созерцании видимого, или в созерцании невидимого, или во свете Святые Троицы. Бывая в созерцании вещей видимых, ум исследует или естественные их свойства, или то, что знаменуется ими, или же ищет самую их причину. Упражняясь же в созерцании вещей невидимых, он ищет узнать естественные свойства таковых, причину бытия их, и что из этого следует, и какой о них промысл и суд Божий. Сто. Когда же бывает в Боге, то сперва от пламенной любви ищет уразумение естества его, но утешение находит при этом не из познания того, что есть в нем, ибо это невозможно и невместительно, равно для всякого сотворенного естества, а утешается познанием того, что окрест его, как то вечности, беспредельности, неописанности, благости, премудрости и силы, вседетельной, всепромыслительной и всесудительной. И то только в нем всякому постижимо, что он беспределен, и самое познание недоведомости его, и есть ведение, превосходящее ум, как сказали мужи сильные в богословии Григорий и Дионисий. О любви! Вторая сотница святого Максима Исповедника, страница 177. Искренно любящий Бога молится без всякого развлечения, равный и молящийся без всякого развлечения, любит Бога искренно, но не может молиться без развлечения тот, чей ум пригвожден к чему-либо земному. Итак, не любит Бога тот, чей ум привязан к чему-либо земному. Ум, долго занимающийся помышлением о чем-либо чувственном, конечно, имеет страсть к тому, именно вожделение или сетование, или гнев, или злопамятство. Если не вменит ни во что той вещи, то не может освободиться от страсти. Страсти, обладая умом, привязывают его к вещественным предметам и, отлучив от Бога, заставляют заниматься ими. Напротив, любовь Божия, возобладав им, разрешает его узы, убеждая его не дорожить не только чувственными предметами, но и самой жизнью временной. Дело заповеди есть сделать помышления о вещах простыми, чтение же и созерцание, соделывать ум безвещественным и безвидным. А следствием этого бывает молитва без развлечения. Для совершенного освобождения ума от страстей, так чтобы он мог молиться без развлечения, недовольно деятельного способа, если его не сопровождают различные духовные созерцания, тот освобождает ум от невоздержания и ненависти, а эти от забвения и неведения его избавляют, и он таким образом получает возможность молиться, как надлежит. Два есть высочайших состояния чистой молитвы. Одно случается с людьми жизнедеятельной, другое с людьми жизнесозерцательной. Одно бывает в душе от страха Божия и благой надежды, другое от божественной любви и крайней чистоты. Признак первой меры есть тот, когда собирает ум от всех мирских помыслов, творя молитвы без развлечения и смятения, и как бы сам Бог предстоял ему, как и предстоит действительно. Признак второй, когда в самом устремлении молитвы ум бывает восхищаем божественным и безмерным светом, и совсем не чувствует ни себя и ничего иного из сущих, кроме единого, любовью, содевающего в нем таковое озарение. В этом состоянии, подвязаемой к уразумению словес о Боге, получает он чистые и светлые о нем познания. Кто что любит, тот, кто и объят, объять всячески желает, и все препятствующее ему в этом отстраняет, дабы этого не лишиться. Так и Бога любящий печется о чистой молитве, и всякую страсть, полагающую ему в том препону, из себя извергает. Кто мать страстей самолюбие отвергает, тот при помощи Божьей удобно отложит, и все другие страсти, как то гнев, печаль, злопамятство и прочее. Кто же одержим первым, тот хотя бы не хотел, уязвляется и последними. Самолюбие же есть страстная любовь к телу. Человеки похвально или предосудительно любят друг друга по следующим пяти причинам. Или для Бога, как добродетельный любит всех, а добродетельного любит, любит даже и недобродетельный. Или по естеству, как родители любят детей, и наоборот, или по тщеславию, как хвалимый хвалящего. Или из скорости, как богатого заполучки. Или по сластолюбию, как работающий чреву и тому, что под чревом устрояющего пиры. Первая из стих похвально, вторая обоюдно, прочие страстны. Десять. Если одних ненавидишь, а других не любишь ни ненавидишь, иных любишь непосредственно, а иных любишь очень сильно, то из этого неравенства познай, что ты далек еще от совершенной любви, которая внушает любить равно всякого человека. Уклонись от зла и сотвори благо, то есть борись со врагами, чтобы умолить страсти, а затем бодрствуй, чтобы не умножились они. И опять борись, чтобы стяжать добродетель, а после того бодрствуй, дабы сохранить их. И это-то ты делать и хранить. И внушаем был Господь в пустыне. Искушая через людей, когда обращаемся с людьми, как опять искушали Господа через фарисеев. Но мы, взирая на образец наш, то есть на Господа, отразим их в том и другом случае. Когда начинает ум успевать в любви Божией, тогда начинает искушать его и дух хуления. И внушает ему такие помыслы, каких ни один человек изобрести не может, а только один дьявол отец их. И это делает он завидуя боголюбцу, дабы, как измыслившие такие помыслы, пришед в отчаяние, не дерзал он более воспарять к Богу обычную молитвою. Но от этого не получает лукавец, ничего благоприятного для его цели, но делает нас более твердыми. Ибо, будучи боримы и противоборствуя, мы становимся опытнее и искренне в любви к Богу. Искреннее. Мель же их довойдет в сердца их, и луки их досокрушатся. Ум, обращаясь к видимому, естественно понимает вещи при посредстве чувств. Ни ум, ни естественное понимание вещей, ни вещи, ни чувства, ни суть зло. Ибо то суть все Божие создания. Что же тут злое? Очевидно, что страсть, прилипляющаяся к пониманию вещей естественному, и она может не иметь места при употреблении естественных понятий о вещах, ежели ум бодрствует. Страсть есть неестественное движение души, или по несмысленной любви, или по безрассудной ненависти к чему-нибудь чувственному, или за что-нибудь чувственное. По несмысленной любви или к ястам, или к женам, или к имени, или к приходящей славе, или к иному чему-нибудь чувственному, или ради этого, по ненависти немысленны, когда ненавидят, как вышесказано, без рассуждения что-либо из вышесказанного, или кого-нибудь по причине того. Или опять, зло есть погрешительное суждение о познанных вещах, сопровождаемое неправильным их употреблением. Так в отношении к вещам правильное суждение о браке целью его поставляет деторождение. Но кто имеет при этом в виду одну слазь похотную, тот погрешает в суждении, недоброе почитает добрым, и таковое зло употребляет этим. Подобным образом должен рассуждать о понимании и употреблении других вещей. Когда демон отторгнул ум твой от целомудрия, окружает его блудными помыслами, тогда со слезами воззапиков ладыки, изгоняющие меня ныне обошли меня, окружили. Радость моя, избавь меня от окруживших меня. И избавишься. Тяжелый демон блуда и сильно налегает на подвязающихся против этой страсти. Наиболее при небрежении об умеренности в пище и при встречах и беседах с женским полом, он сначала незаметно уловляет ум по ползновенности на слазь похотную. А потом дверью памяти приходит к безмолвствующему, и как тело разжигает, так и представляет уму различные срамные образы, и тем вызывает его к соизволению на грех. Если не хочешь, чтобы это длилось в тебе, восприими пост, труд, бдение и доброе безмолвие с прилежную молитвою. 20. Непрестанно ищущие души наши ищут посредством страстных помыслов вернуть ее в мысленный или действительный грех. Но когда встретят ум, не приемлющий их, тогда постыдятся и посрамятся, когда же найдут, что ум занят духовным созерцанием, тогда возвратятся вспять и устыдятся очень вскоре. 21. Дело диакона исправляет тот, кто намощает ум на священные подвиги и отгоняет от него страстные помыслы. 22. Дело пресвитера, кто просвещает ум по знаниям сущего и уничтожает лжеименное знание. 23. Дело епископа, кто завершает усовершение его святым помазанием ведение поклоняемой святые троицы. 24. Изнемогает демон, когда через исполнение заповедей уменьшается в нас страсти. 25. Погибает, когда в силу бесстрастия души совершенно исчезает из ней, не находя в ней того, чем держались в ней и чем воевали против нее. 26. Все это значит, изнемогут и погибнут от лица твоего. 27. Один из людей воздерживается, одни из людей от страстей и страха человеческого, другие из тщеславия, иные по воздержанию, а иные освобождаются от страстей судьбами Божьими. 28. Все слова о Господне содержат следующие четыре предмета – заповеди, догматы, угрозы и обетования. 29. И мы ради них претерпеваем всякую строгость и жития, как то посты, бдения, спания на голой земле, лишения и труды в послушаниях, обиды, бесчестия, мучения, смерть и тому подобное. 29. За слова уст твоих, говорит пророк, я сохранил пути жестоки. 30. За воздержание награды бесстрастия, за веру в ведение, бесстрастие рождает рассудительность, а ведение – любовь к Богу. 31. Ум, проходя исправно деятельную жизнь, преуспевает в благоразумии, а проходя исправно созерцательную – в ведении. 31. Первое приводит подвязающегося в ней к развлечению добродетели от порока. 32. Второе причастника своего вводит в познание свойств бестелесных и телесных существ. 33. Дароже богословского сподобляется ум тогда уже, когда на крыльях любви прилетев все вышесказанное и достигший пребывания в Боге. 34. Духом созерцает свойства его, сколько уму человеческому то возможно. 35. Желая богословствовать, не ищи, что есть Бог в себе самом, ибо этого не найдет не только человеческий ум, но ни ум кого-либо другого из сущих после Бога, но рассматривая по возможности облекающие его свойства, как то пресносущность, беспредельность, неописанность, благость, премудрость и силы всесодетельные, всепромыслительные и судящие все сущее. 36. Ибо между человеками тот уже великий богослов, кто хотя несколько раскрывает эти свойства Божии. 37. Силен муж ведения, соединивший с деятельностью, ибо тогда он этою иссушает похоть и укращает раздражение, а тем воскрыляет ум и к Богу переселяется. 38. Когда говорит Господь, я и отец одно, то этим означает единство естества. 39. Когда же снова говорит отец, я в отце и отец во мне, то показывает нераздельность ипостасии. 39. Итак, три феиты троебожники, разделяя сына от отца, падает в пропасть с той и с другой стороны, или признавая сына соприсносущному отцу, но разделяя его от отца, принужденно говорит, что он не рожден от отца, и таким образом впасть в ересь, признающий трех богов и три начала. 40. Или, признавая сына рожденным от отца, но разделяя его с ним, по необходимости должны допустить, что он не соприсносущен отцу и владыку времен, подчинить времени, надлежит по учению великого Григория и сохранить единого Бога и исповедовать три ипостаси, каждую собственным ей свойством. 41. Ибо по его же учению троица разделяется, но не раздельно, и соединяется, но раздельно. 42. Дивное разделение и единение. Но какая была бы дивность, если бы отец с сыном так же соединялся и разделялся, как соединяется и разделяется человек с человеком, ничего более. 30. Совершенный в любви, достигший верха бесстрастия, не знает разности между своим и чужим, или своей и чужою, или между верным и неверным, или между рабом и свободным, или даже между мужеским, полом и женским. 31. Но став выше тиранства страстей и взирая на одно естество человеческое, на всех равно смотрит и ко всем равно расположен бывает. 32. Нет в нем ни Иудея, ни Елена, нет мужеского пола ни женского, нет раба ни свободного, но все и во всех Христос. 33. От лежащих в душе страстей демоны заимствуют поводы воздвигать в нас страстные помыслы. 34. Потом ими поборая ум, понуждает его снизойти к соизволению на грех. 35. Победив его в этом, вводит его во грех мысленный, а по совершении этого, как пленника, ведут его на самое дело греховное. 36. После этого, наконец, через помыслы, садила в душу, запустила ее, отходит вместе с таковыми. 37. А остается только в уме идол, мысленный образ греха, о котором говорит Господь, когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте. 38. Читающий да разумеет, что место святое и храм Божий есть ум человеческий, в коем демоны, опустошив душу страстными помыслами, поставили идола греховного. 39. В том же, что сказанное Господом сбылось и исторически, никто из считавших Иосифа Флавий, думаю, не сомневается. 40. Некоторые, впрочем, говорят, что тоже будет и при Антихристе. 41. Три начала побуждают нас к добру. Семена добра в нас от природы, святые силы и доброе произволение. 41. Семена природы, когда, например, как желаем, чтобы с нами поступали люди, так и мы поступаем с ними. 42. Или когда видим человека в тесноте и нужде, и, естественно, милосердиваем о нем. 43. Святые силы, когда, чувствуя побуждение к доброму делу, обретаем в себе благое содействие и успеваем. 44. Наконец, доброе произволение, когда, различая добро от зла, избираем доброе. 45. Равномерно три же есть начала побуждающих нас на зло. 45. Страсти, демоны и злое произволение. 46. Страсти, когда желаем всего безрассудно, как то или пищи, не во время и без нужды, или жены без намерения деторождения и незаконной. 46. Даже когда гневаемся или огорчаемся на кого не должно, как то на бесчестившего или вред нам причинившего. 47. Демоны, когда они во время вознерадения нашего, усмотрев удобное время, внезапно налегают на нас и с великой силой возбуждают вышесказанные страсти и подобные им. 48. Наконец, злое произволение, когда, зная добро, избираем зло. 49. Мзду за подвиги в добродетели составляет бесстрастие и ведение, ибо они виновниками бывают для нас в старстве небесном, как страсти и неведение муки вечной. 50. И потому ищущие их ради славы человеческой, а не ради того, что они добро, суть, слышат от Писания «просите» и не получаете, просите, потому что просите не на добро. 51. Между человеческими действиями многие добры сами по себе, но бывают недобрыми по какой-либо причине. 52. Например, пост и бдение, молитва и псалмопение, милостыни и страноприимство. 53. Сами по себе суть дела добрые, но когда делаются ищеславие, тогда они уже недобры. 54. Во всех наших делах Бог смотрит на намерение, для него ли мы делаем их или ради иной причины. 55. Когда услышим слово Писания, и же воздаст каждому по делам его, помни, что Бог воздает добром не за то, что делается без правого намерения, хотя то кажется и добрым, но именно за делаемое с правым намерением. 56. Ибо суд Божий взирает не на одно то, что делается, но на намерение, с какими делается. 57. Демон гордости двояко имеет лукавство, или убеждает монаха исправные дела свои приписывать себе, а не Богу, подателю благих и помощнику в исправности, или, когда он не соглашается на это, подущает уничижать менее совершенных братьев. 58. Но не ведает он, что и при таком содействии на него, действии на него, демон научает его отвергаться Божьей помощи, ибо уничижает тех, как не могших подобно ему оказаться исправными. 59. Он выставляет себя именно показавшим особенную исправность собственной силою, что невозможно, как сказал Господь, без меня не можете делать ничего. 60. Ибо наша немощь такова, что и возжилав добра, она не может довести его до конца без подателя благих. 61. Кто познал немощь естества человеческого, тот получил опытное познание и Божьи силы помогающие. 62. И таковой при помощи ее, иное уже совершив, а другое стараясь совершить, никогда не уничижает никого из людей. 63. Ибо знает, что как ему помогла она и избавила его от многих страстей и бед, так сильно помочь и всем, когда восхочет, и наипаче подвязающимся его ради. 63. Хотя по некоторым судьбам всех вдруг от страстей не освобождает, но как благой человеколюбивый врач, каждого притекающего к нему исцеляет в свое время. 64. При бездействии страстей приходит гордость, когда или причины тех скрываются, или демоны коварно отбегают. 64. Всякий почти грех бывает ради усложнения самоугодия, и потому испребляется злостраданием и печалованием, вольным или невольным, по действию покаяния или по действию беды какой, смотрительно Божьим о нас промыслом наводимы. 65. Если бы судили себя, говорит Писание, то не были бы судимы с миром, будучи же судимы от Господа, наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром. 66. Если придет на тебя нечаянное искушение, не вини того, через кого оно пришло, а ищи, для чего оно пришло, и обретешь исправление. 67. Ибо через неволе или через другого кого, но ты имел испить горечь из чаши судеб Божьих. 68. Чем ты злонравнее, тем менее отрицайся о злострадании, дабы смирен был им, и изрыгнул ты гордость. 69. Искушение приводит к человекам, иногда удовольствие, иногда печаль, а иногда телесное страдание. 69. И во врач душ по судьбам своим прикладывает врачевство, смотря на причину страстей в душе лежащую. 70. Искушение наводится на одних для изглаждения грехов прежде бывших, на других для прекращения теперь деямых, а на иных для предотвращения, имеющих быть содеянными, кроме тех, которые бывают для испытания человека, как то было с Иовом. 71. Благоразумный, помышляя о врачебности судеб Божьих, с благодарением сносит приключающиеся ему по ним бедствия, никого другого не почитая виновным в них, кроме грехов своих. 72. А неразумный, когда грешит и наказывает им, зато бывает, виновниками зол своих почитает или Бога, или людей, не разумевая премудрого об этом Божье промышление. 73. Есть средства, которые останавливают движение страстей и не дают им возрастать. 74. Есть другие, которые умоляют их и ведут к истощанию. 75. Так пост, труд и бдение не дают возрастать похоти, а уединение, созерцание молитвы и возлюбление Бога умоляют ее и ведут к исчезновению. 75. Так и в рассуждении раздражимости великодушие и незлопамятность и кротость останавливают ее и не дают ей возрастать, а любовь, милость и недоброходство и человеколюбие умоляют ее. 76. Чей ум не пристанно устремлен к Богу, того и вожделение превозрастает в желании Бога, и раздражительность вся превращается в божественную любовь. 76. Ибо через долговременное приобщение к божественному озарению ум, соделавшись весь светловидным и вожделительную свою часть утеснив и подавив в себе, превращает в непрестанное, как сказано, желание Бога и неослабную к Нему любовь, всесело переводя ее от земного к божественному. 77. Ни всякий, ни завидующий, ни гневающийся, ни памятозлобствующий наскорбившего имеет уже и любовь к Нему, ибо Он может и не любя, не воздавать злом за зло по заповеди, но не так легко добром воздавать за зло, не нудя себя на то, потому что с расположением делать добро ненавидящим свойственно одной духовной совершенной любви. 50. Нелюбящий другого не есть уже ненавидящий его, равный и не ненавидящий не есть уже любящий, но Он может быть в середине в отношении к Нему, то есть не любить, ни ненавидеть. 51. Ибо любительное расположение в душе производит обыкновенно показанное в 9 статье сей второй сотни пять побуждений, одно похвальное, другое обоюдное и три укорных. 52. Когда приметишь, что ум твой с усложнением занимается предметами вещественными и любезно пребывает в помышлениях о них, то знай, что ты любишь их более, нежели Бога, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, говорит Господь. 53. Ум, прилепляющийся к Богу и в нем пребывающий молитвой и любовью, бывает мудр, благ, силен, человеколюбив, милостив, великодушен и просто сказать, почти все божественные свойства в себе носит. 54. А удаляющийся от него и с вещественными предметами сдружающийся, предавшись сластолюбию, бывает или скотин, или зверск, воюя с людьми из-за этого. 55. Миром называет Писание чувственные вещи, и те, которые занимают ими свой ум, суть лица мирские, которым, к большему их пристыжению, оно говорит, не любите мира ни того, что в мире, 56. Монах тот, кто ум свой отдалил от чувственных вещей, и воздержанием, любовью, псалмопением и молитвой непрестанно присидит Богу. 56. Скотопитателем в духовном смысле называется деятельный муж, ибо нравственные, правотворимые дела, в духовной жизни, имеют значение рабочего скота. 57. Потому и говорит Иаков, мужи, скотопитатели, суть рабы твои. 58. Пастырь же овец есть муж созерцательный, ибо значения овец имеют помыслы, на горах созерцания умом пасомые. 59. Поэтому ты мерзость для египтян, то есть сопротивным силам, всякий пастух овец. 60. Ум порочный, когда тело возбуждаемо бывает чувствами к свойственным ему похотям и сластьям, последует за ним и сослагается с его мечтаниями и стремлениями. 60. Но ум добродетельный воздерживается и отвлекает себя от страстных мечтаний и стремлений, и более любомудрствует соделывать свои движения лучшими. 61. Из забродетелей иные суть телесные, а иные душевные. 62. Телесная суть – пост, бдение, спание на голой земле, служение, рукоделие, чтобы не быть в тягость другим, или для подаяний и прочее. 63. А душевная суть – любовь, великодушие, кротость, воздержание, молитва и прочее. Субтитры создавал DimaTorzok